здравствуйте уважаемые друзья мы сегодня с вами изготовим мушку по просьбе моих подписчиков которая будет достаточно простая но будет обладать теми же самыми качествами как вот это наша мокрая мушка берем обыкновенный крючок я буду все показывать так как вы допустим своих домашних условиях и у вас недостаток материалов каких-либо но вы хотите изготовить мушку если не подходит колечко для этих целей мы возьмем с вами зажигалку желательно turbo тогда вы сможете контролировать пламя и нагрев крючка но значительно быстрее вы его нагреете ну и немножечко инструментов для того чтобы подогнуть колечко греем колечко и возле колечко так чтобы она стала красным не имеет значения какой фирмы крючок такая операция допустима практически со всеми крючками но опять же жил это все желательно потом вскрыть лаком так как мы с вами уничтожили тот слой который защищал наш металл подогнули если есть готовый пожалуйста используйте нанесем немножечко клея и а грузим нашу мокрую мушку мокрая мушка ее тоже немножечко так с натяжкой можно назвать потому что она выполняет функцию и как стример мелкий и в то же время относится к разряду мокрых мушек напоминает насекомое свинец я возьму тот который тоже у меня есть под руками это листовой свинец который я изготавливаю сам а потом режу его на кусочки он достаточно мягкий я не призываю вас лить свинец дома если есть у вас подходящий пожалуйста используйте берем нить можно использовать практически любую нить но желательно чтобы она была достаточно крепкая и в то же время вы вам удобно было с ней работать закрепили нить промотали по свинцу он не выравниваем он у нас уже никуда не денется у меня по остаткам перьев имеется вот такое оранжевое флюо перышко которая я пуховую часть не выбрасываю а использую для изготовления всевозможных стримеров и мушек если нет можно взять обыкновенную шерстяную красную нитку которая у вас имеется и использовать в качестве хвостика шерсть пряжа закрепили здесь аккуратненько доводим почти до самого загиба здесь оставляем у этой мушки изначально как я изготавливал хвостик незначительный то есть будем говорить где-то порядка так аккурат так совсем немножечко чтобы заходил за загиб отрезали для тела можно использовать даббинг все что угодно но одна из мушек которую я изготовил на скорую руку из вот такой флюо нитки которая строительная это не реклама вот для прошивки обуви все остальное нам необходимо будет совсем немножечко вот сантиметров мы возьмем 10 не распуская ее отрезали убрали в сторону дабы нам не мешало и закрепим чтобы тело наше было более симпатичная по всей длине прихватили здесь наша нашу нить для сегментации я буду использовать обыкновенный люрекс который можно приобрести в любом галантерей на магазине серебристый вы можете сделать сегментацию проволокой то есть тоже это не имеет большого значения прихватили здесь и теперь окончательно аккуратненько виточек почти кветочку так как это уже будет в дальнейшем наше тело начинаем прихватывать наш материал для того чтобы наше тело выглядело еще несколько симпатичнее нам необходимо с вами будет сейчас взять и немножко промотать тело белой нитью для того чтобы можно было не проявилась при намокании та нить которой мы будем с вами обматывать можно обмотать люрексом предварительно это тоже очень будет хорошо но я вяжу ту мушку которую я вязал на рыбалке и образно говоря вы точно также можете столкнуться с разной ситуацией когда у вас есть нехватка материала необходимо вот чтобы была такая пасмурное время соответствующего оттенка и цвета мушка так как я уже начал рассказывать об этой мушки она очень хорошо работает сумеречная и пасмурное время дня поэтому солнечный яркий день я правда не пробовал но если у вас есть желание попробуйте мне потом напишите убрали нашу нить немножко промажем клеем совсем-совсем немножечко чтобы было удобно нам наматывать промазали я беру обыкновенную зубную щетку которая по понятным причинам новая и всю вот так вот нашу прядь которую мы привязали как вы видите начинаю ее вот так вот расчесывать не пытайтесь чем-либо другим потому что подерете ворсу и она будет у вас совсем нехорошая у нас вышли вот такие разделенные пряди если говорить откровенно это одна и та же леска которую мы полиэтилен из которой изготавливается все рыболовные наши принадлежности берем аккуратненько так чтобы выравнивать каждый почти каждую прядь и наматываем если у вас будет получаться не совсем ровное тело будет повторять какой-то контур с сегментацией это даже будет очень хорошо не стремитесь к тому чтобы ваше тело было идеально ладенькая идеально ровная как при использовании юнифлос теперь я для того чтобы никуда не делась моя прядь можно закрепить ее пера держателем если есть определенные навыки у вас можно закрепить нить вот так как я закрепляю крепим окончательно нашу прядь синтетическую аккуратненько вот так чуть-чуть промотал по цевью удаляем остатки если по каким причинам у вас допустим не будет можно точно так же я вязал мушки использовал в качестве хвостика вот такие пряди тоже достаточно уловисто совсем-совсем немножечко возьмем с вами капнем лака или клея как вам будет удобно совсем-совсем немножко для того чтобы более качественно лег на тело наш люрекс и начинаем выбирать шаг выполним обмотку 3 4 оборота сколько допустим выйдет по вашему крючку какой вы будете использовать дошли до окончания свинца где закрепили мы наши элементы крепим окончательно люрекс удаляем этой мушки я старался выполнить так чтобы допустим была максимальная простота но она и вышла у меня на рыбалке поэтому у меня было в наличии вот такое обыкновенная хозяйская домашней курицы перо которое я использовал в качестве опушки для своей мокрой мушки я не брал не делал ни крыло хотя можно в этой мушке использовать крыло взять допустим индюк если у вас имеется сделать вырез а потом опушку но это уже будет несколько другая у нас мушка крепим здесь наше перышко парой-тройкой оборотов много не крепим убрали от выполним ровно столько оборотов сколько позволит нам перо 2 2 3 3 желательно так чтобы допустим в изготовлении этой конкретной мушки пуховое перо не принимало участие потому что наши лапки потом будут слипаться иметь не совсем хороший вид вот у нас вышло где-то приблизительно почти три оборота я считаю что этого достаточно по моей густоте пера вы посмотрите насколько у вас допустим позволяет густота пера выполните или один или два если есть у вас допустим куропатка сделайте с куропаткой удаляем перо и как говорит мой друг эдуард ковалевский головку у мушки необходимо делать на голом металле так как у нас вот здесь вышло для того чтобы мне было несколько удобнее слегка подкрутил в начале нить так как она у меня ровница и сформирую здесь симпатичную головку сделали завершающий узел нанесли капельку лака не забыли нанести также на колечко капельку лака что убережет наш крючок хотя бы какое-то время но по опыту моих рыбалок мушка быстрее убивается или теряется или отрывается рыбой чем от окисления придет негодность нас на наш крючок с большой натяжкой вот такие мушки можно отнести к семейству спей как вы видите довольно таки быстро удобно и в то же время достаточно уловистая приманка если вы будете изготавливать ее начиная от крючка 16 номера 14-16 с удовольствием будете ловить плотву красноперку и другую белую рыбу не брезу у днебрезают практически никакая рыба в зависимости это от величины крючка благодарю вас за внимание до скорых встреч